Научное кафе «Эврика» Или даже вчера Получил медаль в честь этого полета Давайте поаплодируем и встретим нашего сегодняшнего гостя Олега Петровича Чинякова Кроме всех его регалий и множества добрых, хороших названий Меня, честно говоря, в его работе вдохновляет то, что сейчас он буквально воплощает мою мечту Потому что сейчас он работает над созданием интерактивного музея научного в Академгородке За это ему двойные аплодисменты, я думаю, положены Спасибо большое Но сегодня мы будем говорить не о музее А сразу и о космосе, и о Земле, и о Солнце, и об энергии Обо всем сразу Вам слово, пожалуйста Спасибо большое Здравствуйте всем Я уже не вижу грустных физиономий Потому что все улыбаются Все Я видел одну девушку, которая грустила, сидела Я постараюсь рассказать вам о том, что для меня, для самого представляет очень большой интерес И постараюсь это сделать так, чтобы вам стало интересно И одновременно, чтобы не мешало вам вкушать очень приятные блюда Я вижу здесь очень хорошее кафе Я первый раз у вас на новенького Мне очень нравится здесь Вот И мой рассказ, он будет таким неназойливым, неспешным Если я увижу, что вы заскучали и перестали улыбаться, да И не смотрите на меня совсем Я буду стараться сократить свой спич Если я увижу, что вам интересно Я могу немножко длиннее рассказывать Но в конце концов будет раздача слонов, как обычно Как мне сказали, есть здесь такая традиция сложилась Что мы будем задавать вопросы контрольные И будем раздавать за них слонов, да За правильные ответы Это раз Во-вторых, вы сами будете задавать вопросы И за первые три интересных вопроса Я отдельные подарки вам буду вручать Это будет моя визитка с приглашением посетить с экскурсией наш институт Вы сразу ограничиваете количество людей, которые по одной визитке могут пройти А то она берется Вот три визитки Ну, да вы знаете, я бы с удовольствием принял все кафе У нас опыт есть В принципе, мы можем разделиться на группы Но для начала я хочу порекламировать выставку Сибирские ученые космосу Которая проводится в выставочном центре Саран На первом этаже, левое крыло И кто там не был А кто-нибудь был там, поднимите руку, кто был Раз, два, три, четыре Что-то не сильно много Значит, реклама будет актуальной Интересующиеся люди наукой там были Там достойным образом представлен наш проект О котором я сегодня поведу речь Вот МБЕ, да, это сокращение МБЕ, если позволите, я присяду Молекула бимэпитокси Это не то МБЕ, про которое говорят часто Это три слова В которых заключен основной интерес нашей технологии Основной смысл нашей технологии Эпитаксия Это слово, которое родилось от двух греческих слов Эпи, поверхность Этаксис, повторение Означает эпитаксия Это название уже прижившееся международное Процесса, который заключается в нанесении тонкого слоя Одного кристаллического материала На кристаллическую подложку другого типа материала Вот это тот самый процесс За реализацию которого в области светоизлучающих И фотоприемных структур В основном светоизлучающих Получил Нобелевскую премию Жорез Иванович Алферов Основоположник и создатель первых гетероструктур Эпитаксиальных Мы с ним в давнейшней дружбе находимся И когда-то еще в Советском Союзе Существовал такой комитет стран СЭФ Консультативный комитет по молекулярно-лучевой эпитаксии Это слепок с вот этой аббревиатуры Английской, переводя на русский язык Вот так звучит И этот консультативный комитет О, спасибо Видно Угу Советский Союз представлялся четырьмя персонами Это Жорез Иванович Алферов Его правая рука Копьев И мы с Сергеем Ивановичем Стениным Сергей Иванович Стенин Это уже, к сожалению, 20 лет как нет с нами Это мой профессор, организатор нашего отдела Сегодня состоящего уже из трех, из четырех лабораторий И в составе отдела 110 человек Я вот таким образом представляюсь сейчас пока Это самый крупный отдел у нас в институте Множество задач Мы занимаемся нанесением полупроводниковых тонких пленок на различные подложки Самые разнообразные материалы И самое главное Ищем применение этим полупроводниковым многослойным структурам И вот на этом пути мы вдруг Примерно 10 лет назад прозрели Нам стало казаться, что мы увидели самое интересное применение полупроводниковых гетероструктур Для создания высокоэффективных солнечных батарей Вот сейчас я, наверное, пойду теперь по видеоряду И постараюсь рассказать вам о том, что такое полупроводник Что такое солнечная батарея На таком языке Чтобы было интересно и понятно Вот следующий слайд Ну здесь на обоих слайдах На первом и на втором мы видим Международную космическую станцию Мы видим, как много у нее солнечных батарей Общая площадь солнечных батарей От которых питается вся энергетика этой станции Примерно равна площади футбольного поля Это огромная площадь Застелена полупроводниковыми кремниевыми батареями Как долларовыми купюрами Вы знаете, это довольно дорогостоящее мероприятие Делать эффективные солнечные батареи для космического применения Потому что там есть два требования Батарея должна быть легкая Потому что это все поднимать в космос надо А к вашему сведению стоимость одного килограмма поднятого груза Вот чтобы поднять один килограмм на орбиту На Международную космическую станцию Нужно затратить, если вы шаттлом пользуетесь, 20 тысяч долларов Если кораблем «Союз», то прогресс грузовой То тогда это будет тоже 15 тысяч примерно Это огромная стоимость И когда я первый раз докладывал о нашем проекте О том, что мы видим будущее производства всех вакуумно совместимых технологий Выноси их в космическое пространство В особенности для целей производства высокоэффективных солнечных батарей И наземного, и космического использования То мне в Роскосмосе Это было в огромном зале, а такой амфитеатр Это в здании в Москве Роскосмос Мне задали вопрос А вы учитываете стоимость одного часа работы космонавта на орбите? Ведь его поднять туда стоит Каждый килограмм космонавта стоит 20 тысяч долларов И мужу надо купить это свое пребывание на орбите На что был найден такой остроумный ответ Моим соратникам, работающим в РКК «Энергия» Львом Львовичем Зворыкиным Я его светлой памяти Он недавно совсем ушел из жизни Это внучатый племянник того Зворыкина, который изобрел телевидение Он свято хранит память о своем деде Говорит, мы из Мурома, мы муромские И вот этот Зворыкин ответил таким образом А что, выгоднее, чтобы космонавты там ничего не делали? Вот пусть работают на благо всего нашего Отечества Ну, конечно, это не самый главный аргумент Если мы посмотрим дальше картинки Ну, здесь очень хорошая, очень интересная такая аналогия Я посмотрел вот этот таймлайн, который здесь изображен От 4-го столетия до нашей эры И до 21-го века Здесь просматриваются некие закономерности В развитии вообще представления о космосе Космонавтике, пилотируемых полетах И с левой стороны вы видите Как развивалась сама идея молекулярно-лучевой эпитаксии И вот основные вехи в этом развитии Я вот так и расставил 60-й, 70-й, 80-й, там был рывок еще один И 2000-е годы Они отмечались, эти годы отмечались какими-то победами Как в области космических достижений Так и в области получения многослойных полупроводниковых ветероструктур И в их применении Здесь масса интересных совпадений И я только расскажу, здесь отмечу одно Именно тогда, когда была Келдышем Высказана идея о том Что из обычных кристаллов полупроводниковых Встречающихся в природе Если их в тонкопленочном состоянии получить И наслоить друг на друга многократно То мы создадим искусственный кристалл Человеческими руками Вот то, что мы находим в природе Создано Господь Бог нам подарил Да, ну так скажем, природа Это созданный рукотворный материал Обладающий уникальными свойствами Может позволить нам Раскрыть квантовую природу Полупроводника И запрячь ее на благо всему человечеству Получать квантово-размерные наноструктуры В этот же год полетел Юрий Гагарин Вот такая история Или через год, но очень близко Да, практически в этот год Да, и вот что характерно У меня же вот эта иллюстрация Она нарисована так, что как будто бы Эти две линии пересекаются, они сходятся Они сходятся как раз в области высоких космических технологий В области космических нанотехнологий Мне кажется, что наиболее эффективные Многослойные, квантово-размерные Вот такие очень Очень наноструктуры Они будут выполняться только в условиях Абсолютно чистого вакуума Вот там, в космическом пространстве Где не нужно создавать Чистые помещения особой чистоты Очищать от пыли это пространство Потому что там этой пыли Очень мало или практически нет Особенно если мы пользуемся Так называемым защитным экраном То вот на этой картинке Основная идея вообще всего нашего проекта Она заключается в том Что, да, и принадлежит эта идея Меня еще о чем спросили тогда Когда я выступал в Роскосмосе Меня спросили, хорошо Все очень красиво Но кому принадлежит идея Кому надо будет вам сдавать ваши дивиденды Кому вы будете платить Кому Нобелевскую премию давать Ну, на деле так, да Вот И я вспомнил, что вообще-то Идея основная, которая заложена в нашем проекте Принадлежит Вот ни за что не догадаетесь Кому Сейчас Ой Нет, а там еще одна картинка была Сейчас Я так понимаю, Олег Петрович Вы заранее отказались от Нобелевской премии Вы идею кому-то отдали Нет, не совсем так Получилось так, что Действительно первым Здесь слово сказал Аристотель В 4 веке до нашей эры И у него была такая книжка Нам в школе когда-то В старых учебниках по физике По которым еще я учился Это было, я не знаю Есть ли это в сегодняшних учебниках Упоминание об Аристотеле О его таком незабвенном труде О природе вещей, по-моему, она называется Вот Эта книга И там было самое грамотное определение Понятия физический вакуум Один из уже тоже ушедших из жизни профессоров Московского государственного университета Который был главным специалистом По физике вакуума Вот эта как раз фраза была произнесена Что самая объективно Самая грамотная формулировка Что такое есть вакуум Дана Аристотелем В 4 веке до нашей эры И звучит это так А можно сказать, да? Ну вы уже все рассказали Что же теперь? А ну тогда будут вопросы на повторение пройденного Думаете? Да Какой-то коварный вопрос на повторение пройденного У нас вон Лена пришла радостно и говорит А я подготовилась к вашему зачетному вопросу Хорошо, тогда я не буду говорить А пусть сами сформулируют Тот, кто прочитал Хорошо Хорошо А мы проверим, кто-нибудь знает или нет На этой фигуре изображен экран Это диск из специальной стали Очень чистый Который летит в космосе С первой космической скоростью Около 8 км в секунду Представьте, вот этот диск летит Можно тарелку обычно себе представить Вот она так летит, если в космосе То за ней образуется вот такой келеватерный след В котором практически отсутствует вещество Почему? Потому что Опять же не скажу почему А там у нас второй вопрос Так, ну ладно Это один и тот же вопрос Короче, вот эта вот фигура Она обозначает главную идею нашего эксперимента Это концепция вакуумной космической лаборатории Первый человек, который сформулировал эту концепцию Вот так грамотно Это наш современник Он живой сейчас Костов Рональд Судя по фамилии Вроде бы Чех Или Костов поляк Да, но Рональд И когда я написал в одном из своих обзоров Что я знаю его первую работу Я ее читал И там действительно Он газодинамик И он там предсказал Что если вот в космосе Такое устройство сделать То вы получите идеальный вакуум И там можно проводить Наверное, очень много полезных физических экспериментов Это он был первый И что характерно Моя статья была первая Где на него сослались И он мне прислал И сейчас мы в переписке находимся Он прислал благодарственное письмо Сейчас один из экспертов НАСА Таких экспертов всего 12 человек Вот он здесь у меня стоит Видите, сразу после Аристотеля Ну а дальше идет Мелфи И наконец Игнатьев Мне вообще повезло в этой жизни Дважды Ну в знакомствах вот с такими людьми Такого масштаба Это Лев Львович Зворыкин Который здесь четвертый Вот внизу написано Лев Львович Зворыкин Как я уже сказал Внучатый племянник того Зворыкина Который изобрел телевидение И Игнатьев А вот Алекс Игнатьев Это внучатый племянник Того Игнатьева, тоже Алекса Который был в военном атташе России Во Франции До революции и сразу после Это уникальный человек Который написал книгу Известные мемуары Двухтомник 50 лет в строю Если кто-то читал То кто прочитал Тот будет на всю жизнь уверен Что это лучшие мемуары Которые довелось прочитать Это человек высокообразованный Который закончил лицей Тот самый, который кончал когда-то Пушкин Тот Игнатьев Его отец Руководил возведением Кругобайкальской железной дороги И вот этот дед Игнатьева, Алекса Он был Он на одних санях Ехал туда То есть он тогда еще мальчиком Он помнит Эту дорогу Как его отец туда вез И в своих мемуарах Это описывает Потом Этого деда Обаял Луначарский И вот этот большой генерал Уже Закончивавший там Высшие командные курсы Мальчиком был гренадером Носил полок За императрицей Матерью Вот такой От него он был высокий Вот эти вот Лейбусары Они были очень высокого роста И вот Игнатьев От него высокий рост приобрел Алекс Тоже двухметрового роста Тоже такой же симпатичный Он несет Все Соблюдает Все традиции русского народа Хотя родился в Германии Первая волна эмиграции Это была Вот Это я про Игнатьева Я его сильно люблю Вот он всем вам передает привет Я вчера с ним разговаривал Он сейчас в Китае Вот На обратном пути заедет сюда Может быть я его приведу сюда В наше кафе Это уникальный совершенно Человек Очень интересный Ну вот здесь вы видите Первые наброски Которые были сделаны Еще Лет Шесть назад Уже планировалось Что на орбите будет летать Это международная космическая станция Все что касается предыстории Я немножко коснусь тоже Мы же начали работать Когда летал станция Мир А потом ее утопили А утопили всю эту историю Наверное вы уже многие не помните Как это было Как это Немцов подписал распоряжение Одним пером И ее затопили Но это было не просто так Вот Кто диктовал это затопление Тоже уже известно Здесь вы видите Основные элементы Нашего устройства У нас не совсем диск Он в виде конуса Такого построен Мы очень ограничены весом Нам дали всего 200 кг Наборок поднять И кроме того Ограничено еще и пространством Поэтому это компактное Такое Компактное устройство Но оно уже внутри себя Содержит все Что необходимо Для получения многослойных Полуправниковых структур В том числе И высокоэффективных Солнечных батарей Это контейнер Грузовой Размеры которого Соответствуют Размерам Грузового отсека Корабля «Прогресс» Этот контейнер Будет погружен В грузовой отсек Корабля «Прогресс» Через два года В 2013 году Это будет первый наш Выход в космос С нашим проектом Уже очень близко там Но уже сегодня Созданы первые прототипы Вот Каких-то раскрывающихся Конструкций На А вот кстати В этом месте Звук даже есть У ролика И когда я школьникам Рассказывал Про то что уже создан Раскрывающийся Такой как Японский зонтик Конструкция Тончайшая фольга Она с двух сторон Покрыта проводящим материалом Чтобы не заряжаться В космосе Размеры вот этого экрана Могут быть любые А значит и размеры Нашей предполагаемой Вакуумной лаборатории Тоже могут быть любыми Там мы не ограничены Пространством Это первый фактор Который мы используем Это неограниченное Пространство в космосе Второй фактор Который мы используем Это идеальный Вакуумный насос Которым является космос Холодный Глубокий космос Любая молекула туда уйдет И никогда назад не вернется Никакая сила не заставит Ее вернуться назад Таким образом Мы можем Рассчитывать на этот насос Как на самый Производительный насос Существующий в природе Ну тут отдельные Элементы конструкции И вот На этой Диаграмме Вы видите С левой стороны Схему Так называемого Бестигельного источника Вот здесь В середине кремний Он плавится И из расплава Прямо И испаряется Плавится электронным лучом И образует поток Очень чистый Потому что этот расплав Не касается Стенок Тигля Который Своим химсоставом Мог бы его повредить Мог бы его запачкать Значит Получается Идеально чистый поток Кремния Основной материал Микро и наноэлектроники Кремний Так вот Третий фактор Космический Это фактор Который мы не используем Микрокравитация Или невесомость Используется Практически Всеми экспериментаторами Которые стремятся В космос Они стремятся В космос Чтобы получить Там абсолютную Невесомость И ею воспользоваться В физических И химических Биологических И прочих Экспериментах В отличие от всех Этих экспериментов Нашему Микрогравитация И невесомость Мешает Вот представьте себе Когда на Земле Такой источник работает Расплав придавлен Весом собственным И мы никогда Не беспокоимся о том Что он куда-то улетит В космосе Достаточно небольшого Толчка И тогда этот Расплав Оторвется от своего Тигля И улетит в пространство Он свернется в шарик Так же как водичка Но это же 1200 градусов Он все на своем пути Будет разрушать Вот Поэтому приходится Придумывать Различные диафрагмы Здесь придавливающие устройства И прочее Все это Не от хорошей жизни Короче В общем Невесомость мы не используем Совершенно Микровибрации А да Вот еще Я хочу сказать Что Все стремились туда За невесомостью А что получили А получили Микроскорение И микровибрации И сама космическая станция Она же такая огромная Представляете Почти 200 метров Она длиной Она состоит Вся из отдельных блоков Из отдельных труб Вот из таких бочек Очень тонкостенных Они же все сделаны По технологии Авиационной Там Корпус Вот этих модулей Он такой же тонкий 2-3 миллиметра Не больше В отдельных местах 3 В основном 2-2 миллиметра Это Алюминиевые сплавы И вот представляете Как колбасит Эту станцию Когда она летит Она летит в пространстве Она там Ее постоянно подворачивает Этими двигателями ориентации И между тем Она И тангаж И крен И по курсу Неустойчивость Она вот вся вот так болтается Как колбаса Ну и естественно Что может быть Если космонавты Бегают по дорожке Упражнения выполняют Ну конечно Она вся трясется Да И вот Был такой номер Вообще комедия полная Вот это уже Как анекдот Будет звучать На совете по космосу Членом которого Я вот так По велению судьбы Являюсь сейчас Удалось слышать Отчет О таком Исследовании В космосе Вырастили кристалл Наконец Монокристалл И обнаружили В нем Так называемую Секториальность Что это такое Весь кристалл Полосатый Растет Ведь туда Поднимали этот процесс Чтобы сделать Однородным кристалл А он вырос Вот такой Полосатый Когда сравнили Вот время Померили Когда эти полосы Появляются Оказалось Ровно сутки И это время Совпадает с тем временем Когда космонавты По дорожке бегают Физкультурой занимаются Но дальше был вопрос Очень интересный Почему же Этих полосок Всего шесть А не семь Оказалось Что в понедельник Они не бегают Вот так вот Ну здесь Несколько таких Псевдонаучных А вот сейчас Посмотрите Вот это и есть Солнечные батареи Сейчас Если еще закрутится Предыдущий Не крутился Да Ну вот Вы фрагмент видите На самом деле На ролике Который Я попозже запущу Мы все посмотрим Там видно Как это все летит В пространстве Она очень длинная Так вот 200 метров Крылья раскинуты Это красивое Очень зрелище Все вот эти батареи Они состоят Из кремния А мы предлагаем Альтернативу Сделать эти батареи Вот таким образом Мы поднимаем наверх Специальную аппаратуру Вот с нашим зонтиком Дальше Демонтируем Один из фрагментов Батареи этой Вот этот кремний Используя его Как уже подложку Пользуясь Уже нанесенными туда Контактами Мы наносим Только сверху Наш материал Новый материал Многослойный Который Переводит Практически Весь спектр Солнечного излучения В электроны Этот материал Будет одним из полюсов Большой батареи Плюсом или минусом Вот И Будет питать Нашу станцию В два В три раза Более эффективно Чем Вот эти Американские батареи Это наш рынок Вот это Солнечная батарейная тематика Для космоса Этот сам процесс Нанесения Нового покрытия На старые подложки Он не такой простой Нужно подложку очистить И там Масса подводных камней Мы уже пытаемся Это моделировать Этот процесс Вот Но Есть очень Еще интересная идея И Море И вот на этом Месте Я вам скажу Вот о чем Этот проект Уже живет Практически Самостоятельной Жизнью И Зачастую Мне приходится Рассматривать Предложения От разных фирм Приходящие Совершенно неожиданно Просто Мы много Публикуемся А теперь Уже И нас По телевидению Стали показывать Я Присылал вам Пять роликов Телевизионных Уже Это всякий раз Это как прямой эфир Получается Хотя на самом деле Только пудрят На самом деле Никакой Не прямой эфир Это все пишется Потом режется И так далее Вот И Например Вот первый Из показанных Здесь слева Проектов ОКТ Это Орбитальный Космический аппарат Технологический Вот так расшифровывается Это аббревиатура МКС Это международная Космическая станция Вот этот аппарат Будет делаться Специально для нас В ЦСКБ Прогресс В Самаре У нас было В общем совещание Было буквально Три месяца назад В Самаре Я там был первый раз Ой Самара Городок Это великолепное Вообще место Там уже У них Своя подземка Метро существует Миллион двести тысяч Жителей И огромное Предприятие ЦСКБ Прогресс Это головное предприятие Нашего вообще Всего машиностроения Космического Там выпускают Союзы все Прогрессы Их делают сейчас Там Большими тиражами И на этом Зарабатывают Серьезные деньги И на того Серьезные Что они могут Себе позволить Сделать Технологический корабль Который будет Улетать от Земли На расстояние Две трети Расстояния До Луны Представляете От Земли На две трети Расстояния до Луны Это примерно 250 тысяч Километров Вот такая Эллиптическая орбита Очень удаленная Там Абсолютная частота Вот в этом месте Как раз Предполагается Что вакуум Будет даже без Молекулярного экрана На уровне Таком Который Вообще Невозможно Получить Ни в каких Земных установках Вот так Выглядит Этот проект Для того Чтобы его Осуществить Нужно поставить На крыло Вот такой Уникальный Самолет Который Называется Мрия Шестимоторный Который Поднимает 250 тонн Груза Этот корабль Даже американцы Вот они Сейчас хвастаются Что у них Самый большой Аллигатор Такой Есть Который Летает Но они Не превзошли Это Мрия Летает До сегодняшнего Дня И в этом Году Этот корабль Воздушное Судно Приземлялось В Новосибирске Они Выполняли Чартерный Рейс По доставке Каких-то Военных грузов На Ближний Восток Если я Не ошибаюсь Я могу Ошибаться Поэтому Это не для Эфира Но сейчас Ситуация Такая Что Теплее Отношение С Украиной Это отрадно Потому что Мы можем Наконец Мечтать О том Что Мы поднимем Экземпляр Номер 2 Он сегодня Стоит Без крыльев И надо Дать крылья Этой мечте Это мечта Не только Украинского Это мечта Всего советского Народа Была Создать Такой корабль Который Способен Поднимать Такой груз Как Буран А вы знаете Что Буран Это тоже Не для Не для Радио И телевидения Буран Был изготовлен В 4 экземплярах Это не все знают Буран Это У него было Второе назначение Кроме мирного Это был Стратегический Бомбардировщик А станция Мир Это была Рекреационная Зона Для пилотов Этих Бомбардировщиков И вот Это был Наш Форпост В космосе Это был Стратегический Объект И конечно Его нужно было Уничтожить Чтобы Американцам Спокойно Жилось Вот Поэтому Его и затопили На самом деле Он не устарел И на сегодняшний день Даже Многие элементы Этого корабля Вызывают удивление У меня Вот здесь Наверное Не будет Такой картинки А Был такой Эпизод В 2006 Году Мы были Вместе с Александром Леонидовичем Асеевым Нашим директором В РКК Энергии Нам показали Фрагменты Солнечных батарей Которые были сняты С мира Доставлены на землю Американцами Взамен на ту услугу Что они ровно столько же Батареи Себе взяли на исследование Тем самым раскрыли Абсолютный секрет Который у нас был Это была Совершенно секретная технология Получение Вот таких Легких Гибких Батареи Они исполнены Как гамак Резиновая основа Это все Очень удобно Для космоса Для монтажа Много очень Ноу-хау Там было спрятано Все это У американцев Осталось Здесь вы видите Второе предложение Это КБ имени Хруничева Вы знаете Они выпускают Ракеты Вот типа Сатана Ну это Сатана В американском Определении Ракета С разделяющимися Боеголовками Вот здесь вы ее видите Это На самом деле У нас уже Даже у этого Проекта было Какое-то название По-моему Кристалл Если не ошибаюсь Да Кристалл Млэ Вот Эта ракета Называется у нас Рокот Таких ракет На складах Я не знаю Около тысячи штук Лежит Они не заправлены Керосином Топливом не заправлен Там керосин Кислород По-моему Вот И Есть конвенция Международная Мы подписали Соглашение С американцами Об уничтожении Подобных ракет С разделяющимися Боеголовками И там написано Что их можно уничтожать Мирными стартами И с этого момента Как разрешили И пошли Хорошие заработки У Хруничева Они стали Выбрасывать Спутники Связи С помощью этих Ракет Носителей Вот А нам предложили Вот такой Хороший Красивый Эксперимент Вместо Вот этой Боеголовки Вот здесь Справа Вы видите Экспресс Называется Здесь будет Установлено Наше Оборудование Так Когда я им Сказал Да как же Вы это все Сделаете Ведь наши Потом надо будет Подложки Вернуть на землю Кстати За Хорошие Ответы на вопросы Здесь у меня Лежат Вот эти Полупроводниковые Пластины Кремниевые И вы сами Если уроните На пол Увидите Насколько Они хрупкие Они разбиваются Очень быстро Вот Как вы доставите Их к нам И они сказали Без проблем Мы осуществим Мягкую Красивую Посадку Прямо на крышу Вашего института Вот такая точность Доставки С определенных Грузов У них Технологии Развитые Вот так И как С помощью Разделяющихся Боеголовок У них тоже Мягкая Посадка Ну я Извиняюсь Да Но они будут Заряжены Образцами Нашими Да Вместо Материала А здесь Вот посмотрите Вы наверное Уже забыли Даже Как она Выглядела Это Станция Мир В период Проведения Наших Экспериментов По Вот Единственный Космический Эксперимент Когда я говорю Что мы в космосе Не работали Немножко Неправда Вот первый Эксперимент Был проведен Это ЭО26 Он условное Название имел Когда мы Разместили Фольги Из которых Будет изготавливаться Наш экран В специальной Рамочке Вот в такой И выставили Их На лобовую Броню Станции Мир Она летела И несла Впереди себя Вот эту рамку И как раз Совпало Это был По моему 86-й год Когда был Поток метеоритов Под названием Леониды Это поток Метеоритов Такой интенсивности Какая бывает Один раз В сто лет И мы получили Уникальную возможность Испытать эти материалы При таких Экстремальных Нагрузках Метеоритных И что мы получили Посмотрите Так Вот эта вот Рамочка Мы ее поделили Когда я вернулась На землю Мы поделили На сектора Аккуратно С ней работали Она у меня сейчас В сейфе лежит Это вообще Уникальный материал Представляете Полгода Она там была В космосе И она испытывала На себе Все факторы Которые действуют На материалы С которыми Мы имеем дело В космосе А справа Вы видите Изображение Это микроскопическое Оптическое Изображение И наконец Как это выглядит В сканирующем Туннельном микроскопе С высоким разрешением Мы что Видим кратеры Обычные кратеры Со всеми формами Выбросов И так далее Здесь на самом деле Это стереоскопический снимок Вот И если вы обладаете Его способностью Сводить изображение В одно То здесь вы увидите Что это довольно Плоская фигура Глубина этого кратера Не превышает 1-2 микрона Толщина фольги Это 100 микрон Представляете То есть насквозь Ни одним ударом Метеорита Наша фольга Не была разрушена Почему? Потому что Метеориты Как правило И вторую И даже третью Космические скорости Они же приходят Из внеземного пространства И при ударе Твердую поверхность Они такую энергию Выдают моментально Что плавится металл Плавится сам метеорит Полностью без остатка Но как доказали Наши соратники Из гидродинамики Этот ударник Метеорит Оставляет свой автограф На дне этого кратера Поэтому дальше Что мы сделали Мы Химсостав Посмотрели На кратеры Чтобы Подтвердить Или опровергнуть Теорию Возникновения Жизни на земле Представляете Какая задача была Потому что Была такая гипотеза Что жизнь на земле Зародилась От потока Леонидов Вот этих именно Метеоритов То есть Куда-то Из той точки Во вселенной Пришла на землю Жизнь Ну Вот Должен вам доложить Что до сегодняшнего дня Пока мы там Химических элементов Ответственных За Такие вот Жизненно влажные Молекулы Мы там не нашли Да пока Вот Ну и наконец Я должен вам сказать Что все наши усилия По организации Первого полета С экспериментами Такой затратной Мероприятия Они На сегодняшний день Привели к тому Что этот проект Стал международным Мы подписали Тройственное соглашение Между Соединенными Штатами Америки Вот Здесь Кстати справа Крайний Это вот тот самый Игнатьев Видите Он самый высокий Крикалев он тоже Ничего себе Ростиком Такой Высокий Парень Вот Я Не Не блещу Ростом Вот Ну вот я тут Третий Слева Вернее Третий Справа Вот А посередине Крикалев мы его Вытащили Только что Вот из этого Люка Где он тренировался Перед выходом Тренировался Короче У него Такие регулярные Тренировки Происходят А почему Алекс Игнатьев Здесь изображен Потому что Первый полет А у Алекса Игнатьева Было три миссии По выращиванию Полупроводниковых Материалов Новых Полупроводниковых Материалов В космическом пространстве И они были Засекретены Некоторое время И вообще Алекс говорил Когда приезжаю Я В центр Нассовский Джонсон Центр В Хьюстоне По меня Со мной рядом Ходят два автоматчика Он так шутил Что там Настолько все Секретно Было Но тем не менее Во время Первого полета На котором Была реализована Наша идея Вот это Совместная Вот На борту В качестве Бортинженера Находился Крикалев Вот И он мне Много интересного Рассказал Про эти проекты Если вы видите Нашу команду На фоне Международной Космической станции Модуль заря Модуль восход Вот И наконец Вот тот самый фильм Который Единственный Который Здесь крутится Сейчас Сейчас вы видели На экране Нашу Тарелочку Она уже Врисована Сюда Это Мультипликационный Фильм Нарисованный Европейским Космическим Агентством Мы там Зарегистрированы Уже Со своим Экспериментом Вот Очень красивые Картинки И Наконец В качестве Заключения У своего Утомительного Доклада Я уже вижу Что некоторые Из вас Утомились Сейчас я вас Развеселю Малости Смотрите Промышленное Производство В космосе Вот чего Мы затеяли Ради чего Все идет И не только В условиях Орбитального Полета Но и на Луне Вот смотрите Это то О чем Я уже Рассказывал Мрия Аппарат Макс Мы поднимаем Груз на Международную Космическую Станцию Широты Экватора Это все равно Что как мы Из прощи Запускаем Туда Космический Аппарат Это самая Выгодная Конфигурация Это так называемый Воздушный Старт На сегодняшний День Ни в одном Государстве Мира Такого старта Нет Мы надеемся Что Украина И Россия Будут первыми Здесь Ну с помощью Американцев Опять же Без них Не обойдешься Так И наконец Здесь Вот вы уже Видите Слева Первые эскизы Большой Станции Которая будет Уже содержать Вот здесь Четыре таких Экрана Там будет Производство Налажено И продукты Этого производства Будут Ну исходные Материалы Сюда будут Транспортироваться А продукты Могут Использоваться Там же На орбите Или Поставляться На землю Для Наземных Экспериментов Мы На земле Сконструировали Уже Имитатор Космического Вакуума Проводим В нем Первые Эксперименты По получению Вот таких Космически Подобных Помещаем В нее Нашу Установку Которую Называем Летающей На самом деле Она еще Ни разу Не летала Здесь Вы имеете Возможность Видеть Титульный Лист Нашего Соглашения С американцами Вот И Весь Проект Должен Выглядеть Вот таким Образом Наш Макс Будет Доставлять В космос И возвращать Обратно На заводы Полупроводниковые Пластины Которые Будут Синтезированы В космосе Вот Здесь Вы видите Команду Первый Полет В середине Сверху В верхнем ряду В середине Сергей Крикалев Вот Я с ним Знаком Уже Десять лет В прошлом году Он меня пригласил На свой юбилей Ему 50 лет Исполнилось Позапрошлом Позапрошлом году 50 лет Исполнилось Вот И Там же я видел Еще одного Восхитительного Человека Совершенно Это Академик Чертог Вы наверное Знаете Это известный Очень Это человек Который Сыграл роль Номер один В запуске Первого спутника Академик Чертог Был создателем Первого спутника И Сегодня Ему исполнилось Вот В этом году Ему исполнилось 97 98 лет Вот Он В добром здравии Пребывает И На юбилее Крикалева Он произносил ТОС Держа в руках 100 граммовую Рюмочку Водки Которую Потом Выпил И Говорил Вон такие слова Сережа Сколько тебе исполнилось 50 лет Да ты еще совсем пацан Чего тебе пожелать Чтоб ты Дожил до 100 лет Что ли Так это что Мне всего 4 года Осталось жить Живи ты сколько захочешь И пожалуйста И радуйся жизни И пока не надоест Вот А когда надоест Закроешь глаза Вот Представляете Как здорово Я вот хочу на этом Закончить Пока свой рассказ А если Будут вопросы То я вам покажу И про луну Тоже немножко У меня есть Несколько кадров Ну как Сразу будем просить Про луну Или сначала Вопросы Позадаем Ну я готова Подходить К тем Кто хочет Задавать вопросы А я достаю Первый приз Может получится Его даже выиграть Скажите пожалуйста А вот Экономически Расчет Потом люди Смогут Эти покупать Эти платы Которые будут Там сделаны Спасибо Самый интересный Вопрос Который мне Задают Люди Умудренные Опытом Экономисты Да Есть ли у вас Бизнес план Вообще Будет ли это Экономически Выгодно Ваша затея Что дальше Будет Или мы Просто Удовлетворим Своё любопытство За счет Налогоплательщиков И на этом Дело Закончится Я все-таки Рассчитываю На то Что со временем Мы с вами Убедимся Что это Очень выгодное Мероприятие И поднимем Все производство Кремниевых Таких вот Солнечных батарей В космос И связано Это с решением Не только Коммерческой Программы Такой А это еще Экологически Очень правильная Программа Потому что Когда мы Говорим Что солнечные батареи Являются Чистыми источниками Чистой энергии На самом деле Мы кривим душой Мы просто забываем Предысторию Всего этого дела Откуда образовался Кремний Чтобы его выплавить Нужно во-первых В него вкачать Огромное количество Энергии Каждый грамм Кремния Это примерно Я не знаю Сотни киловатт Вначале делают Металлургический Кремний Он выплавляется С помощью Дуговой В дуговой печи Вот эти Плавильные печи Они располагаются Специально Поблизости От Крупных Гидроэлектростанций Потому что нужны Большие токи Вот Потом он Он выплавляется Когда он грязный Его надо чистить Чистят его Там хлоридные Сбором процессы Связанные Гидрохлориды Это При использовании Буквально Боевых Отравляющих Мы пачкаем Природу Мы Расходуем Энергию И мы забываем О том Вот интересный Факт Такой Это я уже Сам прикинул Но уже есть Экспертные оценки Довольно точно Проведенные Что Когда вы берете Солнечную батарею И ее Используете Первые 20% Времени Она Отдает Энергию Которую Забрала У нас Когда Производили Этот самый Кремний Представляете Как интересно Значит Я думаю Что если Нам удастся Развить Разработать И развить Химически чистую Технологию В условиях Орбитального Полета Мы тем самым Унесем Очень много Вредных веществ В космос А там Вот эти все Гидриды Хлориды Бориды Они разлагаются Под действием Жесткого Солнечного Излучения И рассеиваются До безопасных Концентраций Даже если бы Кто-то там Жил и дышал Тем Чего там нет Вот Это ответ Длинный такой Пространный ответ На ваш вопрос Но вот За ваше долготерпение Спасибо На самом деле Я за Ой Спасибо Да Вот здесь Кремниевая пластина Показываю Это прелесть Вообще Видите Да Она Она выглядит Как покрытая Золотом И это на самом деле Золото Но его здесь Очень мало Просто она Сохраняет Свои металлические Свойства Видите А мы потом Пустим по рядам Вы посмотрите Потрогаете Не роняйте Хрупкий материал И вот это Это буклет Это был в космосе? Нет К сожалению Вот этот Я забыл Елена 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 Себе набивает Набивает цену Кремниевой пластины Она говорит Может он еще и в космосе был Нашего института Вот обратите внимание Я только сам сейчас заметил В первый раз В какой компании Я тут нахожусь Видите Президент Академии наук Вице-президент И вот моя личность Тут рядышком Всем кто интересуется Может подходить К Елене И О господи Либо задать вопросы Тогда не надо будет подходить Да Либо значит Но дети у нас тут же сказали Что они тоже хотят Да Ага Давайте Какие эксперименты Можно поставить Про вакууме? Так Для каких экспериментов Нужен вакуум? Ух ты Вот это интересно Ну вообще Вопрос Уникальный совершенно И он волновал И волнует всех Кто связан Так или иначе С использованием Вот этого Космического вакуума И я вам должен сказать Что Сама идея Молегулярного экрана Когда ее Костов Сформулировал Там еще фамилия Мелфи был И вот Мелфи Собирался Осуществить ее В 1984 году Представляете Как давно? Это было 20 Сколько? Столько не живу 20 28 лет назад Вот И тогда уже Были полеты Первых Американских Спутников Первых Американских Обитаемых Космических Станций И Такая вот станция Была Спейзлапа Если помните Это история На ней планировалось Вот этот Молегулярный экран Разворачивать И представляете Этот эксперимент Был снят В 1984 году С борта И экран не полетел И задержалась Реализация На 12 лет Из-за чего? Из-за того Что не нашлось Вот такого физика Или биолога Или кого-то еще Который бы Четко сформулировал А для чего Он нужен Такой глубокий Вагнер? Понимаете? И вот как Девочка попала Прямо в точку То есть это очень важный вопрос А какие же эксперименты Там проводить? И нам показалось Что Господь Бог Нам дал в руки Вот этот материал Полупроводник Уникальный материал Он очень чистый И он характерен тем Его отличительной Особенностью Всех других материалов Что его свойства Очень сильно Зависят от степени чистоты Один атом Чужеродного материала Который будет помещен В объем этого Полупроводника Один атом На много-много Миллиардов Других атомов Он Уже изменит Свойства всего объема Представляете? Причем таким Существенным образом Что Пропадут Наверняка Его полупроводниковые Свойства Вообще Или существенно Изменится И вот В связи с этим Получать этот материал Можно Только в чистых условиях И когда Все человечество Вот уже сотни лет Борется За получение Сверхгрупкого вакуума Для этих Экспериментов На земле Мы Теперь получаем Возможность Открытого космоса Использовать Этот уникальный Насос Совершенно бесплатно Ну если не считать Всех затрат На доставку груза Спасибо большое Тебе за вопрос Вот И тебе тоже Презентик Теперь ты сможешь Сама пощупать Потрогать Да Аккуратненько только Я могу сказать Что Это совершенно не опасно Он не ядовитый Ничего Экологически чистый Но очень хрупкий Да Можно А вот Я вижу Ты уже Как лазерный диск Держишь Да Уже Натренированная Ручка Спасибо большое Тебе спасибо За вопрос У меня еще есть Только один Олег Петрович Да А скажите Когда вот Можно будет уже Потрогать Увидеть Вот эти Выращенные В космосе Структуры Через год Представляете Да Вот я На самом деле Так вы же говорили В 2013 Мы прошли уже Ну через два года Ну понятно Ну 12 А в 2013 Уже Через полтора Через полтора Через полтора Два года Да Мы уже видим Будем видеть Что это дает Ну мы затеяли Такой эксперимент Есть очень интересный Университет Красноярский Сибирский Аэрокосмический Университет От которого Я вот эту медальку Получил Которую вам Показывал Вот Там Есть кафедра Технической физики И на этой кафедре Мы организовали Специальность Физика Конденсированного Состояния Она называется Это Все что касается Наших космических Эспериментов Тоже будет Мы Специально Для этого университета Сделаем Наземную установку Возможно Кто-то из выпускников Этой кафедры А может быть Из наших ребят Которые у нас Сейчас в институте Работают У нас много Хороших Здоровых Крепких Ребят Которые занимаются Этими Наноштучками Правда при этом Используя гор Железа И крупные гайки Вот такие ключи Гаечные Вот И тогда Мы сможем Проводить эксперименты В одну и ту же секунду В космосе И на земле И в космосе Один студент Будет выращивать Структуры На летающей установке А на земле Второй студент Будет выполнять Ту же процедуру Но только уже В вакуумной установке В наземной Связь будет поддерживаться Телевизионная Кстати Этот эксперимент У нас на земле Будет смоделирован Вот в том самом Музее для малышей Там будет Две комнаты темных В одной Будет песочница По которой Будет ездить Луноход И выполнять Процедуру Изготовления Солнечных батарей На Луне А в другой комнате Будет сидеть Школьник За телевизором Специальным пультом Управления Будет управлять Тем луноходом С линией задержки 15 секунд Здорово Ваш музей Мне уже нравится Все больше и больше Здравствуйте Олег Петрович У меня вопрос Такого плана Все-таки Что же было найдено В этих волшебных Метеоритах В космосе Какие атомы Из чего состоит Все-таки Метеорит Задают наши сотрудники Они Не давайте им Не давайте У них есть доступ Ну как это не давать Они каждый день Могут сгибать Возьмешь прямо Из той коробки Все В тумбочке Доступ к тумбочке Получил Вот так вот Что нашли А кто будет Хозяином Вот этой Прекрасной А вы ответите на вопрос Нам же интересно То же Что нашли Сейчас вы получили в руки Вот эти вот пластинки И Вашим глазом Можно увидеть только Внешние очертания Каждой площадки Если вы возьмете Увеличительное стекло То может быть Уже увидите Что каждая площадка Состоит из тысячи элементов Это матричный Преобразователь Света в электричество На основе Кремниевой пластины Вот Вот этот сам процесс Превращения света В электроэнергию Он очень красивый Вы имеете материал В котором По толщине Две зоны есть По-разному Лигированные И когда Свет освещает Вот этот материал То в силу Физической природы Этого материала В одной зоне У вас возникают Электроны А в другой Дырки То есть Одна зона Становится Положительно заряженной Это плюс батареи Другая Отрицательно заряженной Это минус И эта батарея Будет работать Да Эта батарея Будет работать Пока на нее Светит свет Музыка будет вечной Да Ну и что Про Луну Рассказать или нет А сначала Вопрос Вопрос Свои исполнители Этого проекта Были биологи Которые Нам сказали Что Чтобы Там должны были Углеводороды Встретиться В связи Именно Они Что Нерасщепленные Затем Затем Там должен был Быть По-моему Обязательно Бор И должен был Быть Сера Должна Была быть Почему Сера Не знаю Еще несколько Материалов Они называли Я сейчас Могу ошибиться Но мы потом Посмотрим вместе Эти спектры Там ничего Подобного Нет Еще один вопрос Там металлы Больше ничего Здравствуйте Здравствуйте Вот вопрос Как я понял Ваш проект Включает в себя Запуск Воздушной ракеты С МРИ Да Самолет Да Ну вот Насколько вообще Перспективна Вот эта отрасль И почему Сейчас это не Используется А Вообще По моему Глубокому Убеждению Не только По моему Вот такой Воздушный старт Он является Наиболее Перспективным Наиболее Экономически Выгодным Но чтобы Его осуществить Нужно Усилия Сразу Нескольких Государств Сложить Это вот Например Украина И Россия Ну с помощью Белоруссии Еще там Электроника Делалась Для МРИ А когда Разрушили Наше государство Мы Распались И поэтому Тормоз Именно в этом Заключался Сам корабль Который Поднимает 250 тонн Груза Это уже Что-то Это рекорд Вообще Мировой И вот Этот Воздушный Старт Его Бизнес Проект Вот Все расчеты Экономические Они прошли Апробацию Во Франции И в Германии Мы туда запускали Эти цифры Все И они смотрели И подтвердили У нас есть дипломы Которые подтверждают Что Такой старт Он действительно Будет Самым выгодным Даже по сравнению С морским Вот Воздушный Старт Потому что Как вы правильно Заметили На первом Этапе полета Мы используем Планер Самолет Который Не несет на себе Окислитель Он пользуется Окислителем Из атмосферы И он использует Свою Аэродинамические Качества Свои Поднимается На огромную Высоту 11 тысяч Километров 11 километров И оттуда Стартует уже Ракета Еще один вопрос Получите свой приз Пожалуйста Посмотрите Здесь особенно Интересно Если направить Чтобы отражался свет Пожалуйста Вам спасибо За вопрос А я правильно поняла Что люди Не будут участвовать В производстве Этого Этих Во время этого эксперимента Да Нет Я надеюсь Что все таки На первых порах По крайней мере Обязательно Там будет человек Я спрашивал Задавал Крикалеву Сергею Космонавту Который Принимал участие В том полете Вот кто выполнял Сами эксперименты По выращиванию Полупродниковых систем Это было В автоматическом режиме Или там Человек участвовал Первый вопрос И второй вопрос Тот кто участвовал Это был космонавт Профессионал Или это был Технолог И ответ был такой Это был Технолог Технолог Космонавт По фамилии Сига Рональд Сига Я с ним познакомился Позапрошлом году На конференции На первой конференции Которая носила Название Нанотехнологии Энергетика И космос Это была первая И вторая будет Вот в этом году В Черноголовке На первых порах Это будет Дорогое удовольствие Но когда мы Будем наращивать Производительность Установок Переведем Это все дело В автоматический режим Тогда следует Ожидать Довольно серьезной Отдачи Экономической Так думаю Олег Петрович Да Конечно Сейчас я задам И передадим туда А Стоп Я же не Это самое А здесь у меня Сейчас будет Очень интересный Подарочек Вот За все следующие Вопросы Вообще Мы обычно Даем за ответы Но сегодня У нас такой Нестандартный Получается Нормально Олег Петрович Я на самом деле Хотел спросить у вас Да Вот По вашему мнению Когда Собственно Будет Такой Прорыв Вот В этих технологиях То есть Мы когда с вами Предварительно Обсуждали Говорили Что Действительно Энергетическая проблема Она назревает Причем глобальная Вот С вашей точки зрения В каких годах Космические лаборатории Будут решать Проблемы энергетики Человечества Вот С вашей точки зрения Есть Есть Такие Экспертные Оценки Которые Позволяют Представить себе Два графика Наложенные Один на другой Один график Это как сегодня Дорожают Углеводородные Топлива Мы же Когда берем Энергию Из розетки Мы никогда Не задумываемся О том Что Эта энергия Берется Отжигания Углеводородных Топлив На 80% А то и на 90% Так вот Эти углеводородные Топлива Кончаются По мере того Как они Будут исчезать Цена на них Будет расти И цена Киловатт-часа Из розетки Будет расти В то же время Цена Киловатт-часа От солнечных Батарей Будет падать Просто в силу того Что сама технология Совершенствоваться И эти две кривые Две прямые Или кривые Я не знаю Пересекутся По оценкам Где-то В 20-м году Значит После 20-го года Человечество Потеряет интерес К углеводородным Материалам Как к топливу И будут использовать Только для химического Синтеза Будут использовать Только для разных Других нужд Будут пользоваться Солнечными батареями Это и будут Будущие светлые Для всех Олег Петрович У меня есть к вам Предложение Давайте Пока вы не раздали Все ценные Красивые призы Я предлагаю Вам сначала Перейти К вопросам В зал А потом снова Вернуться уже Просто К беседе А тогда про луну, да? Да И тогда про луну Хорошо Давайте так Но я должен Должок отдать Думаете Да Вот здесь Он должен, должен А я хотела сказать Что это Даже с афтографом Видите Вот А это я просто Даю подержать Подержать Это у меня Единственный экземпляр Я думаю, что тем, кто задаст следующий хороший вопрос Будем давать подержать Вот это Датлами были Из-за того, что не было валенок у них Понимаете? Мы же предлагали американцам Возьмите эту технологию Это секретная технология была Да И вот Это гибкий материал Очень теплоизоляционный Хорошо Теплоизоляционный И Стойкий Вот тут видно Вот тут видно Как проникало сюда пламя И войлок Он не сгорел Ну вы знаете Что столевары Одевают войлочную одежду Вот это И вот этот войлок Хорошо клеится Удобно Он эластичный Ничего не отскакивает Не ломается Вот Да Интересно, да Конечно Только заранее позвоните мне И все Я вас встречу Без проблем Вот так вот Потихоньку Потихоньку В институте все скрипят Но уже смирились Я вожу по институту народ Интересная правда Можете потрогать все Пустите Я думаю Давайте сначала Зададим вопросы полегче Про самое солнечное место в России Да? Да, давай Как вы думаете Где находится Самое солнечное место в России Где выгоднее всего Ставить солнечные батареи? Кисловодск Неправильно На Алтае говорят Неправильно Нет 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 В Сочи? Нет, в Сочи там уже всего построено Туда уже Не вместится Где? В России В России В гости Следующий вопрос у нас был с фразой Даже не знаю Как нам его теперь сделать Как сформулировать? Да, давайте Да, давайте Наверное Вы скажете фразу Давайте попробуем Я скажу первую половину А, давайте Так, давайте А из зала должна быть вторая половина Тогда, да? Да, давайте Жень, можно выключить пока нам фильм? Нам он пока А, это вы включили Пусть идет Ничего нам не мешает Вот тот самый Аристотель Про которого я говорил В 4 веке до нашей эры И я вот остановился на том месте Где он определение для вакуума дал И вот в это определение Половина первая Его выглядит так Вакуум Это Вакуум Это пространство Которое образуется За вылетевшим Из прощи камнем Представляете? Вот уже Да, пожалуйста Да, я подготовилась До тех Вот в этом пространстве Пока не попали частички Окружающей среды Окружающей среды Вот в этом В этом месте Получается вакуум Да Да А мне очень понравилось Я не сразу, конечно, поняла Я все-таки гуманитарий Мне очень понравилась Вот эта идея С экраном Когда То есть я ее поняла Немаловажно Когда в космосе Она летит И то, что Вот За этот шлейф В этот шлейф Только с одной миллиардной Долей вероятности Попадает какая-то молекула Которая может Ну Каким-то образом Вообще туда попасть Это воображение Потрясающее воображение И действительно Мне Я только сейчас поняла Что это у вас идея Промышленного производства Таких солнечных батарей Мне кажется Вообще Большое спасибо За экологию Да, это прорыв Вот, спасибо А вам большое спасибо За такой грамотный ответ Олег Петрович, давайте для всех остальных Менее подготовленных Проясним Можно я еще Дополню этот ответ Я дополню этот ответ Из первоисточника взятый Прямо оттуда Который не включен в учебники Дальше Вот Что говорит Аристотель Итак Вакуум Это то пространство Которое возникает За вылечившим Из прощи Камнем Но оно Исчезает Довольно быстро Потому что Окружающие частицы Вещества Имеют большие скорости И заполняют Это пространство И дальше Он говорит Это то, что в учебнике А дальше Он так говорит И эти атомы И молекулы Эти частицы Ударяют камень сзади В заднюю сторону камня И поэтому он так быстро летит Вот Помните скорости Вот это абсурдное уже дальше Рассуждение Оно в учебнике не включено А вот если бы он Еще один шаг сделал вперед И сказал бы Разгоним этот камень До скорости Окружающих молекул Все Тогда там постоянно За ним будет вакуум Вот это самая главная идея Спасибо вам большое Света, подойдешь? Приходите в гости Есть Хорошо И мы приготовили еще один третий вопрос Последний А у меня еще одна визитка есть По секрету Да, как раз Для третьего вопроса Второй По распространенности На земле Элемент Химический Это Кремний Какой первый? Интересно Вода Нет, это не элемент химический Это соединение целое Целое Железо, гелий Нет Водород Вообще-то вас нужно лишить права После того, как выяснилось, что вы сотрудник Я даже не знаю Давайте вам визитку, чтобы вы прошли по экскурсии Еще один Я думаю, что давайте к Луне перейдем Тогда На самом деле это кислород Раз сотрудник Нет, кислород, а не водород Если по весу, а не по количеству атомов Вы посмотрите Ой, извините, пожалуйста Я прошу вас взять на заметку Ваш сотрудник на такие вопросы ответа не знает Я на него не стучу, но все же Ну а теперь два слова буквально Два слова про Луну А вот перед этим, перед тем, как перейти к лунной программе К нашей Я хочу задать вам всем вопрос один и тот же Всем Вот, и кто будет ближе всего в ответе к истине Тот получит приз Скажите, ответьте на вопрос Сколько человек ступало своими ногами по Луне Примерно двадцать Двадцать, кто больше Так, пятнадцать, да? Двенадцать Вот это правильный ответ Поэтому Откуда знаете? Никуда не денешься Ну, читал когда-то, не помню уже где Двенадцать человек Ну, что интересно Большинство уверены, что не больше трех Вот как-то так сложилось У нас очень мало информации Ну, все знают только, да, двух Приходите к нам в гости Ну, еще один, да, надо бабить за срок давности Ну, да Оказывается, двенадцать И вот, смотрите, они ступали по грунту По лунному Еще не знаю, что это такое за субстанция Ну, как песок наш, да? Лунный грунт, лунная пыль еще его называют Они набрали там его довольно много Это сотни килограмм они привезли на Землю За эти полеты За эти двенадцать, по крайней мере, полетов, да? Вот И Вот здесь вы видите состав этого лунного грунта Оказывается Так, мы с кем-то говорим на пару Перебивая друг друга Это хорошо Но ничего Нас все равно не перебьешь всех Вот Видите, вот сколько элементов Это все элементы, которые нам нужны Для производства солнечных батарей И оказалось, что на Луне Процесс изготовления солнечных батарей Абсолютно возможен Алекс Игнатьев привез на Землю О, привез на Землю Привез в Хьюстон Из Вашингтона Он получил там ведро лунной пыли Ну, в виде такого контейнера И когда он садился в самолет Его остановили на входе И спросили, а что это вы везете? А он говорит, лунный грунт Но они подумали, что он не в порядке Да, у него что-то с мозгами На самом деле это лунная пыль была Вот, ему пришлось показывать справки всякие Его пропустили Идея заключается в том Что на поверхности Луны Прямо по этому самому лунному реголиту Можно пустить экипаж На колесах или на гусеницах По-любому Вот здесь вы видите колесный вариант Этого проекта Вот этот экипаж Он снабжен хорошими батареями Высокоэффективными Которые мы сделаем на Земле Или на наших космических завозиках Вот Они дают ему энергию Для того, чтобы расплавить лунный грунт На небольшую глубину Буквально на микроны Но создать такую корочку плавленную И из этой плавленной корочки этого грунта Сделать солнечную батарею Вот для чего предназначен этот экипаж И он двигается по Луне А за ним шлейф Выкладывается на поверхность Луны Батареи солнечные Он берет оттуда энергию дополнительно Увеличивая свою мощность Производительность А мы туда добавляем все новые и новые Такие экипажи И в конце концов покрываем довольно большие поверхности Луны Лунного грунта Солнечными батареями Дающими круглосуточно Электрическую энергию У нас Луна может превратиться скоро В одну гигантскую солнечную батарею Совершенно точно А вот дальше видите Как уже мысль работает Провода надо куда-то тянуть Ну правильно Хорошо и протянуть до того места Где стоят мощные аккумуляторы Способные запасать эту энергию А вот до Земли уже проводами не дотянешься Правда же? И вот на этот случай Существует другая идея Здесь вы видите Уже реализованную в Хьюстоне установку По генерированию света Светового лазерного луча Его дефокусировки Вот высокой мощности лазерный поток Передающий энергию на Землю Представляете? Это значит длина волны должна быть У этого лазерного пучка Такая, чтобы попасть в окна прозрачности атмосферы Такие окна существуют Это в инфракрасном диапазоне Это будут эко-лазеры Дальше Расфокусировать его надо До такой степени, чтобы было безопасно Для птиц, для людей, которые летают Они, может быть, будут тоже летать К тому возму И дальше на Земле нужно создать приемную станцию Которая будет фокусировать Собирать этот свет лазерный И преобразовать его в электричество Причем это можно делать Независимо от геометрии Независимо от географии Вы можете посылать с Луны В ту область, где нет солнца В ночное время В ночное время посылать вот эту энергию Труднодоступные районы Есть снимки земного шара ночью Скомбинированные из тысячи снимков Снятых из космоса Вы, наверное, видели Огни городов сияющих Электричество Вот эти вот области все Которые освещены электроэнергией Они составляют всего половину примерно И примерно 2 миллиарда людей Живут без электричества Вот в эти районы, куда тяжело тащить По тундре, по снегу, по горам Линии электропередач Туда надо посылать с Луны Вот эту благодатную энергию Здесь вы видите Алекса Игнатьева Автора этой идеи И программы всей И сверху видите вот эти два аппаратика Которые ползут по Луне Вот это наша лунная программа Вот так будет выглядеть весь этот проект Можно промежуточные зеркала Оптические системы устанавливать Очень красиво получится Ну вот А последний кадр у меня Вот какой Сейчас я вам покажу Я его подготовил специально для вас Спасибо большое Вам огромное спасибо Было очень интересно Как будто бы прямо фантастические рассказы почитали И главное выглядит как ближайшее будущее Мы благодарим вас Я не вижу Александра Дубынина Выходи Выходи У нас есть традиционная Традиционная традиция Традиционная традиция Это интересно Да Олег Петрович Спасибо вам за замечательный вечер За ваш замечательный рассказ Это кружка На ней символ нашего Science Cafe Вот И ну для чая Для кофе Гостям показывать В общем И мы ждем вас И ваших коллег С замечательными рассказами На наших Следующих встречах Спасибо Спасибо вам большое У нас теперь записано Что вы обещали к нам Игнать его привезти Да На камеру специально Спасибо большое И ваших коллег Спасибо вам огромное А я могу рассчитывать на этот ролик Да Вы мне подарите потом Он будет в интернете Да Я своим внукам И правонукам буду Демонстрировать Спасибо вам огромное А потом в следующий раз Выступлю здесь Под фанеру Замечательно Спасибо вам огромное Спасибо.